Хауди хо, друзья! Сегодня в этом ролике я собрал очередную пачку из 8 крутых программ для Windows, которыми сам лично пользуюсь уже достаточно давно и которые должны быть установлены у каждого. И как и всегда, практически все эти программы являются совершенно бесплатными и за их использование тебе не придется раскошеливаться ни на шекель. Кстати, сейчас самое время поставить свой царский лайк и смотреть подборку с чувством выполненного долга. Первая в нашем списке программа или даже утилита находится в категории мелоджа приятно. Минибин вытащит иконку корзины в трее, позволяя тебе не переключаться на рабочий стол, чтобы как-то с ней взаимодействовать. Иконка программы будет отображать состояние заполненности корзины и позволит открывать или очищать ее буквально в пару кликов. В целом все очень просто, но минибин делает работу с компьютером более комфортной. В комментариях под прошлым роликом у меня часто спрашивали, каким аудиоплеером я пользуюсь. Так вот, я уже лет 5 как использую плеер АИМП. И возможно кто-то сейчас набежит в комментариях со своими Fubar 2000, VNAMP и всем таким, но я предпочитаю, когда программа не только быстро работает, но и выглядит приятно. Данным критериям как нельзя лучше соответствует АИМП. Ведь он не только молниеносно открывается, но и выглядит по-современному. К тому же в нем встроена довольно мощная система скинов и лично я пользуюсь скином MetroColor Desktop в синей расцветке. В описании под роликом я скину ссылку на архив, в котором будет как сам плеер АИМП, так и мой скин. Придумать что-то хуже медленного или глючного интернета сегодня в 2018 будет сложно. Ну серьезно, такое даже врагу не пожелаешь. Но довольно часто проблемы со скоростью или пингом в онлайн играх возникают не только по причине убогого провайдера, но и по причине неверной настройки компьютера. Исправить данную проблему призвана популярная программа QuasSpeed. Вкратце, QuasSpeed это высокопроизводительный сетевой драйвер, предназначенный для разгона интернета при помощи технологии Traffic Shaping. С ее помощью ты почувствуешь значительное повышение или как минимум стабилизацию скорости интернет-соединения. Также у программы есть режим минимальный пинг. Если его включить, то, я думаю, как уже понятно из названия, в онлайн играх программа будет добиваться максимально маленького пинга, а значит и играть станет гораздо комфортнее. В общем, QuasSpeed это программа, которая должна быть установлена у каждого. На очереди у нас программа Pixlr. Я о ней ранее уже говорил. Pixlr позволяет без каких-либо знаний или навыков редактировать картинки, делая их красивыми и годными за считанные минуты, там накладывая эффекты инстаграма и все такое. Вот только в прошлый раз я скинул версию, в которой не было эффектов. Теперь я эту проблему исправил и по ссылке в описании ты сможешь скачать версию Pixlr с рабочими эффектами. В общем, пользуйся. Дальше у нас программа, которая поможет тебе что-то не забыть. Это Simple Sticky Notes, позволяющая вешать заметки прямо на рабочий стол. Так, например, можно записать в такую заметку себе какое-то напоминание, скажем, не забыть в 7 вечера скинуть заказчику макет. Я такими штуками пользуюсь частенько, что и всем советую. Как-то мне нужно было тупо сконвертировать видеоролик на компьютере из одного формата в другой. Но нужной программы у меня не оказалось. Я пошел в интернет и пытался по-быстрому скачать какой-то бесплатный конвертер видео, но не тут-то было. Чуть ли не все конверторы, которые я скачивал, либо не работали, либо вешали свой watermark, и тогда мне даже Adobe Media Encoder не помог. Но так было до тех пор, пока друг мне не посоветовал программу Format Factory. Теперь я пользуюсь ей на постоянной основе, когда видео надо быстро и качественно переконвертировать. В описании я скину ссылку на свою рабочую и проверенную версию Format Factory, которой пользуюсь уже довольно давно. Предпоследняя программа в нашем списке предназначена для счастливых или не очень счастливых, но обладателей продукции Apple. В моем случае это Apple iPhone. Я думаю, не секрет, что для передачи данных между телефоном и компьютером приходится мучиться с программой iTunes. Но мучиться я не люблю, поэтому нашел простое решение. Это программа Winix Media Trans, позволяющая легко и быстро передавать фотографии, музыку, видео и многое другое между компьютером и iPhone. Прогой я пользуюсь уже больше года и ни на что не жалуюсь. Все работает шустро и никогда не подводит. Но есть один нюанс. Программа Winix Media Trans вообще платная, но они налево и направо раздают бесплатные ключи. В описании я скину ссылку на архив с самой программой и инструкцию о том, где официально получить бесплатный ключик. И наконец последняя программа в нашем списке это Download Master. Если ты еще не пользуешься каким-либо менеджером загрузок, то ты делаешь большую ошибку. Благодаря Download Master все твои закачки будут проходить через него, а значит будет увеличена скорость скачивания, будет возможность докачки, а также простой и легкий менеджмент скачиваемых файлов. В общем менеджер загрузок это то, что должно быть установлено у каждого на компьютере. И Download Master это один из лучших, и что самое главное, бесплатных вариантов. И на этом у меня, пожалуй, все. Если тебе понравилась подборка и ты хочешь еще, ставь свой царский лайк. Само собой пиши в комментариях о программах, которые, по твоему мнению, заслуживают попасть в следующий выпуск. Ну а чтобы первым получать уведомления о новом выпуске, врубай колокольчик уведомлений. А у микрофона, как всегда, был Хауди Хо. Удачи и всегда помни, что грамотный софт делает работу за компьютером гораздо комфортнее.